Привет! Привет! Привет Бандерлогам и сетевых хомячков! Такая странная штука! Бандерлогов звали, а они пришли! А где тот парень, которых звал? Где тот, кто улыбался с экрана и ухмылялся? Где этот человек? Вы его видите? Он здесь? Возможно, просто во времена Киплинга не было телевизора. И тогда было сразу понятно, кто здесь питон, а кто маленький трусливый шакал. А сейчас они с помощью своего зомбоящика пытаются доказать нам, что они действительно большие и страшные звери. Но мы знаем, кто они. Маленькие трусливые шакалы! Да! Это так или нет? Да! Да или нет? Да! Я приветствую вас от всех тех, кто не смог посетить прошлый митинг 10-го числа, потому что сидел в спецприемнике. И все мы, нас было 70 человек, мы слушали трансляцию, мы радовались, но и боялись, что мы сами не сможем никогда присутствовать на таком. Мы боялись, что сбудется эта гадкая фраза. Пришли, покричали и разошлись. А вы покричали и не разошлись! Да! Да или нет? Да! Вы разойдетесь или нет? Нет! Я рад, что мы не только потребовали, но и нас есть силы требовать дальше. И мы будем настаивать, и мы заставим отдать то, что принадлежит нам по праву. Да или нет? Да! Да! Не забудем, не просим! Не забудем, не просим! Я читал одну книжечку, Тоненькую, называется «Конституция Российской Федерации». И в ней четко указано, что единственным источником власти является народ Российской Федерации. Поэтому я не хочу слушать тех, кто говорит, что мы сейчас обращаемся к власти. Кто здесь власть? Кто здесь власть? Мы! Мы и есть власть! Да! Мы сами всех услышали! Мы сами знаем, что делать! И мы солидарны с теми, кто не здесь, но слушает нас! Путер умолил! И мы говорим наш лозунг к солидарности Удальцову, который сейчас голодает один за нас! И мы говорим Удальцов! Один за всех! И мы говорим Махнаткину и Кодорковскому, несправедливо осужденным! И мы говорим Осипову, который хотят посадить в тюрьму! Один за всех! И все за одного! Мы говорим Магнитскому, замученному в тюрьме! Один за всех! И все за одного! Мы знаем, зачем мы здесь. Мы знаем, зачем мы собрались. Мы хотим мегалок? Нет! Мы хотим привилегий? Нет! Мы хотим пить нефть? Нет! У нас украли наши голоса. И мы пришли сюда сказать, верните то, что наше! Мы не отдадим то, что принадлежит нам. Нас не надо уговаривать подождать до 2013 года. Вы готовы ждать? Нет! Вы готовы ждать два года? Нет! Вы готовы ждать неделю? Нет! Отдайте прямо сейчас! Нет! Мы соберем сами! Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас. Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого пока. Но если это жулье и варьё, будет и дальше пытаться обманывать нас. Будет пытаться и дальше врать нам и воровать у нас. Мы заберем сами! Это наше! Мы хотим, может быть, не любить, но уважать власть. Те, кто находятся сейчас в Кремле и в Белом доме, находятся там потому, что у них есть поддержка. А потому что у них есть телевизор, немного милиции и парочка продажных судей. Но у них нет нас. У них нет поддержки. У них нет источника власти. Я видел только одного рабочего из Нижнего Тагила. Но посмотрите на результаты выборов в Нижнем Тагиле. И вы поймёте, что тому рабочему сделали тёмную прямо в заводской расдевалке. Мы здесь власть! 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 Мы будем выходить на улицы до тех пор, пока они вернут нам то, что принадлежит нам. В следующий раз мы выведем на улицу Москву и миллион человек. Да! Да или нет? Да! Да или нет? Да! Мы влупы на улице России миллионы. Да или нет? Да! Мы не хотим никого пугать. Мы верим, что в следующем году власть сменится мирно. Власть будет пролежать тем, кому она должна пролежать. Власть народу! Да! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Власть народу! На этой улице достаточно людей, чтобы на каждом участке от 4 марта было 30 наблюдателей. Или 50 наблюдателей. Или 100 наблюдателей. Мы все пойдём на выборы. Да! И мы вышвырним за шкирку тех, кто пытается пульсифицировать голоса. Да или нет? Да! Мы выйдем на улицы. Мы предупреждаем, что мы будем выходить до тех пор, пока нам не вернут то, что принадлежит нам. Мы мирные люди, но мы не можем терпеть бесконечно. Я хочу, чтобы мы выкреплили наш лозунг солидарности даже не тем, кто находится на других площадях, и тем, кто смотрит нас по телевизору или в интернете, а тем двум парням, которые трусливо сжались сейчас в своём кабинете, двум шуликам и ворам, которые прижались друг к другу, обнимают и походят получить немножко тепла и поддержки друг от друга. Они прижались друг к другу щучками, свежими после недавней подтяжки и пытаются согреться. Но боток не греет! А мне сейчас жарко от вас! Давайте этим скажем парням, что мы больше не одиноки! Мы ощутили солидарность! Один за всех и всех за каждого! Один за всех! И всех за одного! Мы победим! В следующем году власть будет прилижать народу! Мы не хотим больше ждать! Нам не нужны какие партии! Здесь партия! Какая нужна ещё партия, если здесь стоит 200 тысяч человек? Ещё один, пожалуйста, что есть? Мы есть! Это власть! Мы не будем молчать! В следующий раз мы заберём власть себе! Мы победим, потому что мы правы! Спасибо! Я увижу вас в следующий раз! Давайте согреться маленько! Россия без Путина! 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 Для всех нас наша оценка!